Дальний Восток Дальний Восток Дальний Восток Дальний Восток в 30-е годы Это была территория, которую Очень активно осваивали Сюда ехали девушки Хитагуровки Здесь было военных много И здесь было много Писателей, поэтов Потому что приехали журналисты Открывались газеты Толст Там была уже существовала Вот И Здесь были, ну, такие уже достаточно известные Поэты, как Петр Комаров Здесь жил Арсеньев Еще в то время был жив Вот Вячеслав Афанасьев Был такой хороший поэт Который потом на войне погиб Вот И вот они Решили, что им нужна Своя трибуна Ну, а интернета не было Понимаете Самолеты не летали На поезде тоже долго было очень ехать Вот И они отправились Они знали хорошо Фадеева Просто лично были знакомы По Приморью По Амурской области Там вместе работали Вот А он уже был Председателем Союза Писателей СССР Вот Они к нему поехали И, в общем-то Тот с энтузиазмом Поддержал То есть идею выдвинули Что нужна нам На Дальнем Востоке Нужна трибуна Для Вот Наших писателей Вот Нам Ну, до Москвы далеко До Бога высоко Вот И вот они В общем-то Фадеев Ну, в этом смысле Он, конечно, молодец Он не просто поддержал Не просто Вот Это они У него были весной На приеме А осенью Уже вот 16 октября Откажился журнал Ушел первый номер Журнала на рубеже Вот Ну, и через некоторое время Фадеев сам возглавил Этот журнал Так что Это заслуга, конечно Только в основном Его Ну, и тех людей Которые были неравнодушны Вот Ну, и начиналось с того Что здесь И Арсеньев Нас В свою очередь Публиковал Вот И Комаров Часто Ну, и вообще Все Дальний Восточные писатели А Трофим Борисов Был такой известный человек В свое время Вот Вот он Публиковался Ну, а потом Журнал Во время войны И во время войны Вышло всего два номера Вот Но тем не менее Он все-таки выходил Во время войны Вот В 46-м Издание возобновилось И Журналу Было присвоено имя Даня Восток Он уже был не на рубеже А Даня Восток С тех пор название не менялось Периодичность, да Менялась Потому что иногда выходило 12 номеров в год А иногда 6 Вот сейчас 6 В частности Это в 90-е годы Началось Когда Были тоже трудные времена Журнал Практически закрылся То есть Сотрудников отпустили В неоплаченные отпуска Вот Ну и Только благодаря Как бы усилиям редактора Валентина Федорова Был тогда Валентин Михайлович Замечательный человек Вот И Администрация Белого дома Хабаровского края Администрация Вот они Они как-то Он сумел убедить Что Нельзя закрывать Такой замечательный журнал А большинство журналов Закрылось в это время Вот Ну за это время Вот должна сказать Что за 90 лет Журнал конечно Прошел огромный путь Просто Ну вот Эволюцию такую Вот То есть По его Публикации Можно вообще и историю страны Проследить И историю литературы Как она развивалась В России Вот Менялись стили Менялись направления Приходили новые имена Очень много Людей Которые начинали Свой путь Где-то в Дальнем Востоке Вот первая публикация В Дальнем Востоке Потом Они стали известны На весь мир Ну это Ну Ну начиная с Фадеева Вот не первая конечно Была публикация Но тем не менее Вот роман Последний из УДГ Это Впервые был напечатан В Дальнем Востоке А так здесь у нас были Римма Казакова Вот это она Игорь Золотурский Это человек Которого знают Во всем мире Он исследователь Там Волга, Аля Бродского Там Не знаю кого Преподаватель Преподаватель И прочее Вот Аркадий Стругацкий Первую повесть написал Опубликовал В Дальнем Востоке Ну а кроме этого Проскурин Петр Вот Василий Белов Василий Ажаев Там Ну И много-много-много Других людей Которые стали Лауреатами государственных премий Там и так далее То есть вот Путевку в жизнь Получили в Дальнем Востоке Вот Тенденция эта продолжается Сейчас тоже Приходят молодые авторы Вот Начинают публиковаться У нас Ну например Не обязательно приходят Понимаете Сейчас интернет Вот Присылают Чаще всего Рукописи присылают По электронке Вот так было Например Писатель из Екатеринбурга В Рублевске Анатолий Прислал нам Повесть Мой друг Жабыч Вот Так он уже Лауреат всяческих премий Это было не так давно Уже у него книга вышла Он уже переведен На какие-то языки Вот этот Жабыч Вот Эльза Гидина Из Москвы Вот она тоже прислала Первую рукопись Прислала к нам Мы ее опубликовали Это было Потом она у нас получила Премию Петра Комарова Ну сейчас она уже тоже Лауреат всяких премий Вот И наши Ребята Которые Скать Хабаровские Тоже И Хабаровские Скать Сахалинские У нас Дебюты у нас Часто бывают Вот Первый номер Мы уже Готовим Первый номер На 24-й год Вот Там Дебютанты есть Из Хабаровска Дебютанты С Сахалина Вот Вот у нас Вот как-то так А литература На месте не стоит Конечно Скажем Другие жанры Появляются То есть Жанры Ну вот Что сейчас Популярно Жанры социальной фантастики Мистического реализма Еще что-то То есть Ну от каких-то там Тяжелых эпопеи Там Таких вот Широкомасштабных романов То есть Как-то они становятся лаконичнее Во-первых Повесть Рассказ Вот это основные жанры Сейчас Дальний Восток Романов у нас мало Честно говоря Вот мы Ну вот я Здесь 11 лет Редактор И за это время У нас было Вот таких полноценных Типов Но это очень хороший роман Воскресный король Правда Добровенского Прекрасный роман Роман Истовник Александра Куприянова Роман Время сладкого Интака Никитина Валентина Ну в общем Несколько Несколько Романов У нас было напечатано Но это не Основные наши жанры Вот у нас В основном Рассказ Повесть Вы сказали О важнейших событиях Этой 90-летней истории Условно Если разделить Историю журнала От момента основания До сегодняшнего дня То на какие этапы Можно это сделать Оно делится Знаете на этап На десятилетия Вот было десятилетие Когда он проходил Это восстановление Война Она не выпала Она как бы осталась То есть несмотря на то Что там два номера Но часть сотрудников В часть Не то чтобы сотрудников В часть поэтов Прозаиков Очеркистов Они ушли Просто воевали Вот Кто-то был Военным корреспондентом Вот Петр Комаров Например Был военным корреспондентом Вот Ну и Потом Это все время Вот Как бы Вспоминалось Писалось То есть вот Писатели фронтовики Вот Клипель Например Считается Писатель фронтовик Тут же Николай Наволочкин Первые повести Его были военные Вот Они Все эти вещи Были опубликованы В Дальнем Востоке То есть тема войны Никогда не уходила Отсюда До сих пор Кстати Я вспоминаю До сих пор У нас есть эти Публикации На эту тему Вот Потом Было Опять-таки Время Вот послевоенного Время подъема Когда там Куда-то опять Молодежь ехала На целину Там то и сё Вот Производственные повести Были очень популярны Очень популярны Вот Потом наступило Такое Ну Некоторое Затишье Вот это И тогда Вот тогда Появились Очень много новых Новых Вот имен Тогда Стругацкий Появился Тогда Золотовский Начал печататься Очень Интересные Такие Молодые Люди Вот А потом Началась Ну Еще Вот так Вот это Подержалось Некоторое Время А потом Началась Перестройка Перестройка Все как бы Сломало Все связи Вот Там Журнал Но Но Появилось то Что раньше Никогда Например Не могло бы Появиться То есть Все таки Все те Произведения Они как бы Относились Все таки Жанру Соответствовали Жанру Социалистического Реализма Вот А это были Такие уже Вполне реалистические Такой жесткий Реализм Наступил Вот Сейчас он Называется Постреализм А есть ли Какое-то время Которое можно Условно Называть Золотым временем Для журнала Золотым временем Золотым временем Это пожалуй Время Наволочки Да Вот Он был Редактором журнала В 70-е годы Вот Тогда были Огромные тиражи У журнала Но это было Спокойное время Это было Такое Самое спокойное Самое на лучшее время И для всей страны Не только для журнала Вот И тогда Тогда да Действительно И тогда журнал Получил какой-то Орден Не какой-то А дружба народов Вот Ну это такой хороший Серьезный орден То есть Было много Хороших авторов Новых молодых Тогда появилось тоже Вот вы сейчас Сказали про Николая Наволочка Да В 1998 году Когда журнал Отмечал свой 65-й Юбилей Николай Наволочкин В замечательном документальном фильме Снятом ГТРК Дальневосточное Сказал замечательные слова О журнале Давайте сейчас Посмотрим Фрагмент этого видео Знаете У человека Наверное Самые лучшие Воспоминания О молодости А для меня Это и молодость И работа Еще в журнале С очень интересными людьми Доброжелательность Потом Понимаете Каждый человек Вызывал какой-то Такой пристальный Потому что люди С разными биографиями Все Волод Иванов Николай Задорнов Смотрите Александр Грачев За каждым Что-то стоит Борис Копалыгин Сергей Тельканов В общем Как начинаешь вспоминать Появляется новый Приходит Гриша Хаджер И Андрей Фасар И все это И забота какая-то Такая Чтобы что-то такое Вырастало здесь На этом Мы каждый день ждали Что придет к нам гений Вы уже упомянули О том Что было у журнала Непростое время Когда он был На грани распада Можно сказать так И удалось Все-таки Остаться на плаву Не без участия В том числе Администрации На данный момент Как обстоят дела Помогает ли вам Государства Правительства Региона Города Позвольте ответить Да То есть Дело в том Что журнал Это государственный Государственный бюджет Это государственное издание Не будет ни для кого Секретом И какой-то новостью Такой сказать Что сегодня Да не только сегодня Наверное Со времен Новой России Такие издания По плечу только государству Издавать Поддерживать Потому что Журнал не содержит Ни единой рекламы Журнал Не берет Ни копейки С авторов За публикацию Вот Единственное То что осталось Как наследие Если иметь Финансовые потоки С советских времен Это подписка То журнал сохранил Подписку Она есть Но она По нынешним временам Копеечная То есть журнал Стоит 160 рублей Журнал Я надеюсь Наши зрители видели Они представляют Что его себестоимость Далека От этой Объявленной стоимости Вот И Государство Надо сказать Что когда подхватило Это издание В 90-х годах И взвалило на себя Взвалило Потому что Представляете Какое это хозяйство Это же Изданием этого журнала Занимается не один человек Не один редактор И не один технический специалист То есть это очень большое хозяйство Это штучные специалисты Это люди творческие Это люди где-то капризные Ну по большому счету Вот Это не только найти авторов Поработать с ними Каждого услышать Отобрать стоящее Не только на свой субъективный взгляд Это вот работа редакторов наших В частности Александра Викторовна Собрать этого едино Сверстать Вычитать Вычитать корректору Отдать в типографию Все подготовить А потом еще реализовать И еще Оформить Организовать подписку То есть Это вот я назвала Только некоторые Ну такие основные ключевые Да такие этапы За которые стоят люди Чтобы показать Нашему зрителю Да вот Сегодня рассказать Что журнал Дальний Восток Издается И готовится к печати Не вот этот вот продукт Наш Он не одним Не двумя Не пятью человеками И конечно Такое Большое хозяйство Редакция Это тоже не один кабинет Потому что вчитаться В художественный текст Это должна быть тишина Элементарно Вот И Это конечно по плечу Сегодня только государству И Сегодня Журнал Является Продуктом Который издает отдел Один из отделов Редакционный именно отдел Дальневосточной научной библиотеки Библиотека Является Учредителем журнала Юридическим лицом Как юридическое лицо Издается он На средства Выделяемые в рамках Государственного задания Министерством культуры Средства выделяются На Министерстве культуры Хабаровского края Как уже Вот Александра Викторовна Озвучила Что журнал Выходит Шесть раз в год То есть раз в два месяца Вот По Пятьсот экземпляров Каждый тираж Но Я вот позволю себе Заметить Что помимо Вот поддержки Издания такого Сегодня Министерство культуры Правительства Да Министерство в лице Правительства Нашего края Оказывает Мне кажется Очень такую Существенную поддержку Общеписательству Писателям Нашего края Помимо Предоставления Поддержки Такой трибуны Не только В электронном формате Как известно Журнал Дальний Восток Это одно из немногих Изданий Которое сегодня Выходит и на бумаге В первую очередь Вот Но и помимо этого С 12-го года С 2012-го года По Инициативе Правительства Края Учрежден Творческий конкурс Литературных Произведений Имени Петра Комарова В прошлом году Мы проводили его Шестой раз То есть он проводился Раз в два года По Как раз По тем номинациям Которые совпадают С рубриками Журнала Дальний Восток Это Проза Поэзия И тут я позволю Себе заметить Что Поэзия Такая номинация Она очень редко Присутствует В литературных конкурсах В том же Допустим Конкурсе Имени Арсеньева Ее нет вообще Это очерка Публицистика Это библиография И есть специальная премия Так вот У нас приятно Был сюрприз У нас Я имею ввиду Наш отдел Редакцию журнала Дальний Восток Когда в прошлом году При подготовке К конкурсу По инициативе Губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева Призовов он был Увеличен Несколько раз Призовов он составил Один миллион рублей То есть до этого Это было 150 тысяч И самая крупная премия Это была специальная премия 200 тысяч рублей Первое место Наши победители Получили по 100 тысяч Второе 60 И третье 40 тысяч До этого Самая большая премия Если не ошибаюсь Была 20 тысяч 30 Специальная премия Была 30 тысяч И там По-моему За третье место То ли 5 То ли 6 тысяч Было Такие небольшие На самом деле Деньги С учетом 12-й И 20-й То есть Мы сами понимаем Насколько У нас сейчас Цены у нас все выросли И такая поддержка Такое внимание Но конечно Вызвало Очень большой всплеск Внимания К этому конкурсу Мы получили Очень много заявок То есть Заявки принимались До конца ноября То есть Те публикации Которые были Напечатаны В течение Последних двух лет И у нас поступило Около 70 заявок То есть Про то, что Конкурс Несмотря на то Что он Учрежден Правительством Хабаровского края Но заявки принимаются От всех авторов Российских Если они Опубликовались В тех изданиях Которые Выходят Под эгидом Министерства культуры Хабаровского края В том числе И в Дальнем Востоке Жюри Не вызывают Никаких нареканий В плане Своей компетентности То есть Это преподаватели Филологи Профессора В том числе Нашего Педагогического Института Это писатели Это представители Администрации То есть Конкурс Был интересный Конечно Борьба была Не шуточная Заявок было Очень много И еще Одну меру Поддержки Стоит Наверное Упомянуть В связи Вот с таким Вопросом Это Транзитный Литературный Фестиваль Который Проводит Библиотека По инициативе Министерства Культуры Хабаровского края Уже третий год Это писатели Родного края Который Проходит По девизам Край узнает Своих писателей И когда За счет Опять-таки Государственного Нашего Крылого бюджета Писатели Организованно Выезжают В районы Отдаленные В том числе Северные районы Встречаются Своими читателями Встречаются В библиотеке С детьми Дарят свои книги Проводят Автограф-сессии Рассказывают Что такое писатель Сегодня Именно Не 30 лет назад Не 40 Что такое писатель А именно сегодня И Получают отклики Они приезжают Мы проводим Потом большие брифинги На площадке библиотеки Вот сейчас 31 октября Наши писатели Поедут Если не ошибаюсь Виталий Краснер И Роман Брюханов Они поедут В Корфовский Встречаться С аудиторией Со своими читателями И говорить О своих новых книгах И в ноябре Такие важные Меры поддержки Которые Не только помогают Писателям Но и помогают В принципе людям И сориентироваться Вообще узнать И полюбить Что писатель Да Что писатель Живет Вот Я честно говоря Когда Переехала В новую квартиру Я оказалась На одной площадке С Виталием Краснером Я не знала Такого писателя Ну красный Виталий Давыдович Меня простит Я надеюсь У нас подходит К концу Наше эфирное время Но у нас есть сюжет Еще архивный Который Очень хочется Сейчас посмотреть В 1998 году Редакция телекомпании Сет Снимала сюжет Для программы Новости Как раз О 65-летнем Юбилее журнала Давайте посмотрим Фрагмент О новостях О новостях Культурной жизни Завтра Исполняется 65 лет Со дня Выхода в свет Первого номера Журнала Дальний Восток Накануне Юбилея Наши корреспонденты Побывали в редакции Этого старейшего Не только в регионе Но и в России Литературного издания Непривычно будничные Работники редакции Да и весь дом литераторов Будут отмечать 65-й день рождения Любимого журнала Времена не те А бывало Теперь людские чувства Архивы и фотографии Хранят воспоминания О долгой истории журнала Судьба его не из легких В 1933 году Изданию на рубеже Был присвоен Официальный статус Номинально редактором Которого стал Александр Фадеев В смутном 1937-м Редакцию закрыли По политическим соображениям Не выходил журнал И во время войны А после нее Был переименован В Дальний Восток На пути к своему 60-летию В 1992-м Журнал оказался На грани гибели Но и тут выстояли Правда Не без помощи Краевой администрации Вот казалось бы Так недавно Кажется был снят Этот сюжет Но прошло уже 25 лет И вот мы отмечаем Уже 90-летний юбилей Давайте еще один Фрагмент из архива Посмотрим Что желали Сотрудники журнала В 65 лет Дальнего Востока Во-первых Дожить до следующего юбилея 70-летнего 75-летнего Чем черт не шутит И 100-летнего Ну и потом Лучший враг Хорошего Но так держать Мне бы хотелось Пожелать журналу Чтобы он стал Просто лучшим журналом России Это во-первых А во-вторых Чтобы у него Был свой читатель Вот не просто Там массовый читатель Не просто Чтобы там тиражи Раслили А чтобы было Много-много-много Своих читателей Я бы им пожелала Чтобы они Никогда не закрылись Потому что Приличному городу Приличному городу Непременно нужен Свой симфонический оркестр Своя хорошая библиотека И свой литературный журнал Чтобы Хабаровск Не одичал Когда-то пожелали Дожить до 70-летнего юбилея А сегодня кажется Что уже и 100-летний юбилей Не за горами Да, и совсем рядом Что вы пожелаете сегодня Вот кратко В завершении нашей беседы Я бы пожелала Журналу Ну, во-первых, конечно Дожить До еще одного Там и до 120-летия До 200-летия И так далее Вот Но я бы пожелала Все-таки Не терять высоту Вот Не опускаться Ниже заданной Планки И всегда Быть в русле Времени Понимаете Журнал все-таки Он должен Следовать Традициям литературным И отражать то Что есть Сейчас в литературе И мы Сохранили Обязательно Эту запись Я верю Что через 20 Через 30 лет Кто-то Какие-то наши коллеги Также будут смотреть И обсуждать Большое вам спасибо За эту беседу Я вас еще раз Поздравляю С юбилеем И мы встретимся С вами Давайте здесь Даже Хотя бы через 5 лет Еще раз поговорим О юбилее И вообще Почаще Видеться Желательно Для того Чтобы обсуждать Что интересного Происходит В мире Литературно Это правда Очень важно И очень ценно Для нас В нашей студии Сегодня были Александра Викторовна Николашина Главный редактор Российского Литературного Журнала Дальний Восток И Ольга Николаевна Волкотрубова Директор Редакционно-издательского Центра Дальний Восток Дальневосточной Государственной Научной библиотеки На сегодня У нас все До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин